всем привет 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 подписчики канала морсклуб вы часто пишите вопросы что такое нас виски n a s английская почему как что и чо я конечно же мог вам что-нибудь нафантазировать и рассказать потому что об этом много читал но я решил приехать более компетентным людям коим является и и представьте нашим зрителям те кто еще на тебе вообще ничего не знает здравствуйте игорь чепкасов президент московского виски клуба вот так вот что касается нас а он появился не недавно он был давно просто существует законодательство шотландское согласно которому минимальный возраст виски выдержки виски в бочке может быть должен быть три года минимальный поэтому если если более старый то обычно пишет 8 лет допустим или там 10 лет и 12 лет наиболее популярны и когда разливают труд летний то обычно стесняются что-то говорить но эйдж стейлент то есть из указания возраста то есть нас переводится но эй стейлент они говорят маркетологически что у них спирты 5 лет и 8 лет и в основном но если они пишут нас это значит минимальный возраст спиртов три года у меня следующий вопрос который будет возникать нас это от безысходности это нас это новый виток развития виски что-то вообще нас виски попробуйте тему для наших зрителей для наших подписчиков а потом и очередной такой продукт и продюсер на ваше слово товарищи маузер просто каждая винокурня отдельная шахтанская обычно хвалилась своим кем-то наиболее знаменитыми спиртами допустим лафрой 10 10 лет минимальный возраст вытяжки или так мы с ним а водовольно 16 это прям был стандарт качественно икона стиля как говорят чем-то вот но сейчас очень большие рынки развивается очень мощно это китайский рынок и индийский рынок китайского полтора миллиарда живут народу и вот они начинают начали зарабатывать появился запрос на интересные напитки на коньяки на французские вина и этой же струей вошли гигантские вошли значит шотландские виски скотч и объясняется что перестало хватать просто не хватает производстве мощностей для того чтобы поставлять там уголе 16 там активно глинлибеты 19 и 20 лет поэтому стали больше проводить производить сразу же 3 года выдержали минимальный возраст и начали продавать но что сохранить какую-то маркетологическую интригу вот они обязаны писать но и штатман по как бы по минимальность то есть если напишите на биске там глинлибет там хоть три года смотрится не очень хорошо согласен да а если новый айч стейт мы называем как и какое-то там шотландское название там допустим там ну не знаю там там по гельски это какой-нибудь там гельски собака или там белая лошадь какая-нибудь это уже какой-то проект интересный некая аутентичность продукту при придаем аутентичность и так есть но главное что когда это еще ауэр загадочность есть которая дает дает как бы дополнительный вес этому напитку не просто там но и штатман а какой-нибудь там интересный вот поэтому сейчас и газное количество идет в ауэр продукции напитков но и штатман но это как бы не значит что качество будет улучшаться потому что меняется там сорта ячменяя меняется немножко технология дистилляции даже технологии может меня так улучшаться делать применяется совершенствоваться дрожжи интересна сих пор появятся штаммы дрожжей допустим вот разговариваешь а какие вы штаммы дрожжей испортите ну раз а самое интересное что разговариваю с дрожжевиками или которые занимаются производством дрожжей авиаторский он все штаммы которые дают ореховый припуск на клик вашим там кожаные тона какие-нибудь там вишневые тона черносливые тона то есть вот даже штамм дрожжей это тона этого самого медовых сот тоже могут быть дрожжи они при производстве они такие вещества дополнительные там насыщает продукт который перегонки она сохраняется эта штучка это и так амароматическая и это снова новый припуск поэтому само слово у нас она как бы неплохо и как бы для них будущее потому что пока у нас всего лишь 120 на корень у нас какой у нас и нас и нас и и то же самое и в ирландии раньше было всего лишь три с половиной вина корни во всей ирландии который подходит в джеймисон на весь мир а сейчас их уже там 16-18 в Ирландии а через 10 будет 30 и они тоже будут свои отечки разводить поэтому вначале они все будут конечно нас и потому что ну гигантская но ты как выбирайся выбирай свой нас тебе нравится больше там влаговольный ты и влаговольный хотя уже в прошлый раз чистые спирты они вот даже до вылежки в дуке они очень интересны сами по себе и все зависит от технологии там фона клуба от скорости брожения там от скорости перегонки то есть поэтому можно выбрать свой нас самое интересное то есть по большому счету я не вангой но тебя вот не переваривая мы в конце концов забудем влаговолен 10 там лакроек 16 они в конце концов исчезнут или все таки просто цена потому что я думаю я думаю что на самом деле будет во-первых заложено гораздо большее количество винокурин как шатландии так вырландии так и билистраков винокурин но если лакроек может просто расширять производства если он накроет другую там маленький остров у него маленькое там пространство буду туда жаляться без каких-то вещей которые в принципе вот у него ручей течет из которых вот и больше он не будет река не будет там поэтому это ограничение террористы поэтому просто у вас это не старт вот опыт индийский винокурний амрут доказала что можно и в их частях света делать шагами вообще здесь пожалуйста поподробнее амрут это такая в бангалоре винокурни которая была сделана как копия шотландской винокурни прямо шотландский золотые 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 колоночки такие медные кубы то есть шотландские тоже и выдержка в дуге и бурбоны и пакетс то есть он по большому счету скопирован но самое интересное что в бангалоре там гораздо более южные климаты и виски зреет гораздо быстрее то есть там эти самые три года насовские грубо говоря они дают то же самое что дают в шотландии в холодной 12-15 лет то есть ты пьешь молодой пистайк а он по вкусу уже такой священный богатый вот вот понимаешь и поэтому и продолжая мысль то же самое будет делать и как в индии так и в китае в таиландский виски сейчас уже есть тоже в таиланде тоже делают виски поэтому будут делать везде и постепенно пока патент у нас есть производство будет на остатки на остатки за счет количества новых винокурниев потому что все таки появится все уже как бы нас нас и там китайские аргитинские может быть это или через 30 лет допустим чем я на эту дат ролик мы с тобой записали залили его могут смотреть лет через десять представляешь наш ролик с тобой смотрит уже варкуем сейчас а чтобы да скажи что будет интересно то есть что то есть будет что будет гигантское количество новых винокурин не только в шотландии но и во всех странах в том числе и в россии не в россии не будет через страну потому что у нас очень существо скандальство у нас водочники не позволят такому ни за что это мафия то есть они сейчас душат уже они даже винное производство душат да ты что ну это отдельная история это отдельная история у винника спросите да 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 то есть через десять лет то есть все таки логовулин не исчезли потому что спрос то все равно есть конечно да конечно а вот Игорь твое личное отношение к НАСА нормально то есть конечно расстроен что все остальные виски стали более дорогие скажем я раньше там мог купить то же самое в 2016 там Родбрест двенадцатилетний ирландский мой любимый а сейчас уже как бы он стоит раз в шесть дороже чем раньше это же надо наверно все таки поменять мировоззрение людей для того чтобы они к нас виски относились так же раньше мы воспевали чем дольше возраст тем лучше риски сейчас мы должны говорить что еще такая штука есть помимо нас делают другие условия выдержки вместо стандартной бочки двести двадцать пять литров допустим они берут четвертные бочки восьмушечки четыре раза меньше восемь раз меньше и так далее у них процесс обмена стрелесины идет гораздо быстрее в процессе то есть объем виски меньше а поверхность больше ааааа да и за счет этого происходит очень интенсивный обмен сейчас это приводит к такому парфюмерному то есть ты держишь эту бочку три года а там уже у тебя обе колонны потому что настолько все выжжено из бочки экстрагировалась вот у нас еще некоторые ребята занимаются самогонной вареньем то есть домашней виселяцией и они заливают небольшие маленькие бочки и уже через полгода уже уже можно пить потому что уже начинается жгучесть такая неприятная я понял вытравливается все ну первые наши не наши а те же самые лафрой допустим лафрой квотеркаск вышел в квотеркаск вышел в квотеркаск это уже была такая жгучая вещь такая штука значит там три года выдержка даже на стандартной бочке 225 да а дальше уже выдержка в квотеркаск но я когда наблюдаю то что делают ребята вот такие в домашних условиях я вижу что маленькие бочки они гораздо более агрессивные и за счет этого я думаю это тоже будут делать в странах которых законодательства пока что нет в Шотландии там есть жесткое законодательство в Индии нет такого в Японии какой-то есть но они все ориентируются в своих лучших проявлениях на Шотландию но это не обязательно делать в Китае может делать какие-нибудь простые вещи в Ирландии у них есть такая штука как Пойтин это свежие скрипты молодые спирты которые еще не были в почке и они разливаются по бутылкам то есть оно же не может называться виски оно называется Пойтин по сути это виски то же самое ячмень солодовый сложенный то есть смесь сырого спирта и солода сырого ячменя и солода закрашивается в пиво потом перегоняется получается Пойтин ну что? очень вкусненькая вещь вкусненькая вещь? ну давай один из ярых представителей Томинтул Томинтау Томинтау булочками раньше я очень любил Томинтау шестнадцатилетний но поскольку шестнадцатилетний весь выпили уже стали выпускать уже насик это вот я представитель насика насик исходительное семил питет молл скотч виски значит что такое питет это значит что торфяный обкуренный не обкуренный а накуренный ну не важно вообще ну то есть коптили соло коптили на торт не коптили а сушили а сушили да 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 должны быть такие по идее длинные тона мы все проверим нет подожди сейчас я хотел бы одно уточнение как человеку простому человеку понять нас это или выдержанный самый основной критерий скажи об этом тебе наличие цифры если есть цифра там 8 лет значит у вас там минимальный возраст спиртов 8 лет хотя может быть там и 20-летний у нас тоже могут быть 5-летние спирты для Дементауру на самом деле 5-летние минимальные они для себя сделают внутренний стандарт наши спирты должны быть минимум 5 лет но они об этом не пишут они пишут просто новый стейтмент но новый стейтмент здесь не написано просто подразумевается раз нет указаний возраста дорогие друзья вам понятно раз если на бутылке если на бутылке нет указаний возраста в кружочке там 8-12-27 то имейте ввиду что минимальный возраст спиртов тут может быть 3 года ну да ну да обычно пишут здесь нет здесь нет у нас за кадром появился Роман Табаков который может сказать сколько здесь минимальный возраст может быть Роман ну да таментал не разливают спирты моложе 5 лет ну да потому что все что моложе как правило используется для купажей компания в принципе 85% прибыли зарабатывает на купажах но как символ мол даже без указаний возраста ниже 5 они не разливают при этом говорят так мы не пишем цифру 5 потому что это не секси был бы секси ну давай Игорь ну посмотрим что давай мне приятно работает в котором я открыл бутылочку раз такого повел такой торфейной двух почетовал? да медицин медикментозно ты просто помнишь что раньше когда был сухой закон в США там тоже продавали лапроек тот самый но продавали его в аптеке ты какой-то отличаешь скажем Дэминтау от не знаю там Арарака надеюсь что я смогу значит уже не фантазии да значит не фантазии значит ты просто чем отличается скажи чем отличается чем почему ты именно действительно считаешь ну потому что я считаю потому что вот этот торфейной медикментозный который я впервые почувствовал в этом наверное Red Label 12 который вот вот эти ароматы в рейде вот они вот торфяные я наверное впервые почувствовал да в черном ну да вот здесь они более яжные ты говоришь уже торфяные и миллиметрозные я говорю это фантазии твои откуда ты взял ну да не фантазии это ассоциация и у другого такая же ассоциация трудно спорить с умным человеком записываешь слушай а вот сейчас вторая волна яблочно-фруктовая вот она вверху легкая прослойка вот такая вот толстая прослойка а вверху знаешь что характерно когда ты пьешь в виске не знаешь какой совершенно то у тебя всегда будет грушевый аромат грушевый грушевый зеленый грушевый яблочно слушай яблочно яблочно потому что я бью яблочно зеленый яблочно да зеленый яблочно не яблочно яблочно я воспитан я даже слышал что в какой-то школе прямо мучает что если вы слышите Сэм о какой-то груши значит корейкс или карбадос или виски ну за здоровье наших подписчиков аромат совсем другой то есть вкус вот этот есть приземленый а больше свежести вот сейчас слушай мы сейчас увлекаемся давай наконец на самом деле получается что настики они крутятся свежестью настики если вы хотите выпить хорошего свежего виски только нас только нас дорогие друзья вот и все наверное все ответы вы получили про нас мы хотели рассказать Игорь об этом рассказал вы ответ получили поняли и рекомендации услышали всего вам доброго будем прощаться пожелать что-нибудь нашим зрителям матерого председателя московской виски слава сланчиво будьте здоровы на гриле всего вам доброго пока счастливо пока 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 и пока пока